Одесситы привыкли, что власть и мущие понимают исключительно язык митингов, акций протестов и пикетов. В свою очередь городские управленцы активно отвечают активистам арестами и уголовными делами. По-другому вести диалог пока не научились. Мы давали предложения по ряду вопросов, которые существуют у территориальной громады, по вопросу использования коммунальной собственности. Мы делали предложение лично Алексею Костасеву, депутатскому корпусу 6-го созыва. К сожалению, в отметку мы получили только лишь на сегодняшний день уже политические репрессии. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день диалог с властью в принципе невозможно. Пока что вместо диалога одесситы получают только монолог со стороны власти, объясняют общественники. Яркий пример игнорирования сегодняшнее заседание круглого стола. Несмотря на приглашение, представители городской администрации на него не явились. Власть как бы проводит, проверяет одесситов на терпение. Вот это проверяет, это проверяет, это проверяет. И вот этот уровень презрения к одесситам, он чудовищный в Одессе. И когда мы говорим о том, что у нас Одесса там выходит на первой странице газет, то выходит она прежде всего потому, что уровень проблемности в Одессе просто чудовищный. Да и сами одесситы с трудом себе представляют, что такое диалог с властью. Только все для власти, а для простых людей ничего. Ничего они не делают. У них, наверное, со слухом плохо. Они не слышат, что говорят жители города. Достаточно посмотреть вокруг. На праздники у нас все время мусор, грязь. В центре города плохо воняет, плохо пахнет. Ну, какой может быть диалог? Нету диалога. Это отношение к гражданам, отношение к людям. С другой стороны, люди сами позволяют к себе так относиться. Люди не выходят и не дают понять властям, что они есть. А тем временем люди все чаще и чаще приходят под окна чиновников с мегафонами и транспарантами. Дмитрий Долматов, Эдуард Шендерович, Новая Одесса.